Привет, поклонники фантастики! С вами творческий коллектив «Посредник». Я бы сегодня хотел поговорить о фантастике 80-х, ее роли в мировой культуре и мировой фантастике. 80-е такая пора очень противоречивая, интересная. В чем-то фильмы многие очень жесткие, жестокие, но они заложили целый жанр, целую эпоху, которые до сих пор отлично работают, скажем так, они завели этот механизм, который сейчас отлично играет и пользуется популярностью у публики. Если брать, например, литературу, то наиболее значимые произведения фантастики были написаны послевоенные годы, а вот в кино именно стала популярна фантастика благодаря 80-м. Ну, тут уже и спецэффекты получше стали, и как-то, знаете, сюжеты более разнородные. Во-первых. Во-вторых, это, конечно же, наращивание экономического роста и появление технических приспособлений, технологий, цифринизации и все прочее. С одной стороны, 80-е – это такой рассвет попсы, а с другой – необычные сюжетные решения. Ну и давайте начнем с того, как 80-е изменили наш мир, изменили фантастику. Во-первых, это, конечно же, эпоха киборгов. Это терминаторы и прочие вариации на эти темы менее успешные. Терминатор, конечно, по нынешним меркам выглядит наивно, но, однако, он заложил целый жанр, я бы даже сказал, ряд художественных приемов. Кроме того, киборги – это же и робокоп. По сути, это уже такой киберпанк, я бы даже сказал. Можно даже терминаторы отчасти тоже киберпанку отослать. Итак, киберпанк – еще одна фишка 80-х. Здесь мы начинаем от бегущего по лезвию, заканчивая уже вышесказанным робокопом. Мы познакомились с воплощением в кино киберпанка, который станет визитной карточкой, к сожалению, не нового света, а Японии. Хотя жанр появился в Америке, но жанр стал развиваться именно в стране восходящего солнца. Напомню, что Гибсон, писатель-фантаст, создал такие франшизы, как Джонни Мнемоник, Мона Лиза Овердрайв и все прочее, вдохновив мир на киберпанковскую эстетику. Следующая черта фантастики 80-х – это парадоксия времени. Ну, 80-е, начало 90-х, я бы так вот отметил. Ну, конечно же, назад в будущее. Он все еще отдает влияние в Вене 80-х патруль времени, который активно использует временные парадоксы, делает это как-то ярко, живо. Потом это экранизация Филиппа Дика, еще одна отличительная черта 80-х. Этот метрофантастик и вдохновил целую плеяду режиссеров. И тут появляется «Бегущий по лезвию», «Вспомнить все», «Шестой день» и многие другие. Следующее – это «Космические путешествия» и «Космические гости». И этим зрителя уже не удивить, но как раз-таки 80-х это начинает смотреться так вот свежо. Появляются такие фильмы, как «Сосла на планету Земля», знаменитый диснеевский сериал, «Звездный странник», «Черный дыра». Они до сих пор смотрятся очень свежо, я должен сказать. Да, вспомните «Чужого», «Хищника» и различные вариации на эти темы. Следующее, чем нас порадовало 80-е, это «Городское фэнтези» и «Уличная мистика». Но это, конечно же, «Горец». Стал первым значимым сюжетом мировой культуры, в котором раскрылся жанр городского фэнтези. Здесь и сказочные персонажи, сюжеты с эстетикой современности. «Горец 2» это уже более такой, ну что ли, неонуар отчасти. Фэнтези, мистика, то есть очень отличающаяся от первой и третьей части. Ну, можно отсюда отнести и культовый фильм «Ворон», хотя он уже с 90-х снимался. И, конечно же, аниме. Тогда еще аниме так не гремело, но появляются первые анимационные картины, которые заставляют обратить внимание Запада на японскую анимацию. Это, конечно же, Акира, это стал первым хитом, с которого Запад обратил внимание на аниме. Вообще, японцы 80-х и в начале 90-х делают очень крутые вещи. Это и Гайвер, это шедевры Миядзаки, это кибергород Эда, приключения Боск и многие другие. Список можно продолжать и среди художников, писателей, но мне кажется, это наиболее яркие художественные приемы, сюжеты, которые оказали влияние на последующее развитие вообще всей культуры в целом мировой. Что, на этом я прощаюсь. Читайте, слушайте нас и любите фантастику. Пока!